Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 18 февраля, то есть второй день после того, как я из этого лотка убрала более высокорослые томаты, оставила только маленькие. Как вы видите, лоток у меня нет общего полива. Я вот эти взяла, фрагмент вырезала ножом, распекировала, обтряхнула землю, сюда опять и разместила. Вот именно так я частично пикирую, когда у меня есть и низкорослые, и высокорослые. Высокорослые у меня теперь вот после пикировки вот в этом лотке. Что нужно сделать на второй день после пикировки? Конечно, это необязательное условие, и я всегда говорю, что вы можете это делать, можете не делать, но я рассказываю, как делаю я, и я делаю именно это. Я вам вчера показывала, что я лью только вот в эти вот дырочки, которые были у меня, видите, они не до конца обрушенные. Я даю день отстояться, вот на следующий день я взяла этот лоток. Что теперь мне нужно сделать? Мне нужно, чтобы вот эти дырочки были все как бы равномерно заравнены, вот так вот, видите. И я, как всегда, беру свою вот эту вот копорулечку, и я делаю прям нежное-нежное такое легкое рыхление. Во время рыхления я подсыпаю, то есть обрушиваю всю эту землю, чтобы она, чтобы вот этих дырок ям у меня не было. И еще зачем? Потому что вчера все-таки был полив, и чтобы земля как бы не схватилась коркой, я делаю вот это рыхление обязательно. В каждом лотке, где я провожу пикировку на второй день, я подхожу и делаю легкое рыхление. Во-первых, это и саженцам хорошо не будет корочки, и вот эти вот все ямки я загребаю. В результате получится вот такая равномерная земелька, вот так вот. И еще, самое главное, что хочу сказать новичкам, после пикировки не поливайте, пожалуйста, томаты, ну хотя бы несколько дней. Вообще рекомендуется, что мы же вчера их полили прям хорошо, вы видели, наверное, что я вот сюда один раз полила, потом она немножко осела, потом еще раз полила, и там внутри-то очень-очень влажно. Она вот, кажется, земля такая как бы не сильно, но она у меня, как видите, она сырая, но рассыпчатая. Раз она может вот так рыхлиться, значит тут влажность такая, что не очень сильная. И как только у вас подсохнет вот этот верхний слой, некоторые стараются полить еще раз. Не поливайте, пожалуйста, это самая главная ошибка. После пикировки сеянцы ослабленные, ну представьте, их вырвали прям с корнем из того грунта, где они росли. Это все равно стресс для растения. Вот в этот период они очень ослаблены, и какое-то время, конечно, они будут приживаться, 2-3 дня. Свежий лист появится только, может быть, через неделю здесь еще один. Все равно это какая-то вот остановка, какой-то тормоз, какой-то стресс. Если в это время вы создадите такие условия, что будете подливать воды, то скорее всего, и это очень часто бывает, если еще холодно дома, то возникновение черной ножки 50% всходов. Все говорят, откуда у нас черная ножка. Черную ножку мы делаем сами, создаем условия, много поливаем. Не буду много говорить, скажу только одно. Распикировали, оставьте хотя бы на неделю их в покое, не трогайте вы их. Вот я прорыхлила, сейчас поставила. Я буду ждать, везде написано, до полного подсыхания грунта. Если вот грунт сверху посохнет, подсохнет, я вот так немножко разрою, посмотрю. Если там еще влажно, то поливать не буду. Пусть они приживаются. Вот видите, как выглядят томаты очень хорошо, бодренько. Даже вот листики, которые тоненькие, они нисколько не привяли. Все томаты переживают пикировку хорошо. Главная ошибка после пикировки, когда вы сильно их поливаете, вот после этой пикировки они у нас начинают погибать. Все, будем наблюдать за ними. Вот этот самый первый-первый посев мой, который для суперраннего урожая, который будет в теплице и который я посеяла чуть раньше стандартных наших рекомендованных сроков. То есть это те томаты, которые мы сеем на свой страх и риск и стараемся их довести до высадки в теплицу, до высадки в грунт, которые мы будем переваливать, пикировать несколько раз. И я всегда их сею чуть больше, потому что в таких условиях обязательно будут какие-то потери, может быть и заболеют, потому что они более длительный период находятся в лотке. И у нас, я живу в частном доме, не всегда я условия могу создать. Вот в первый месяц, например, февраль, там март еще может быть холодно. Но все равно я стараюсь, и я вам потом покажу. Иногда бывает, проходит все гладко. Иногда что-то случается, немного погибает, есть отход. Но вы должны быть к этому готовы. Потери бывают. Все, до свидания. Главное, не заливайте, ухаживайте. Можно делать, если вы уж сильно боитесь, что засыхает жарко у вас, делайте опрыскивание по земле и может даже по листу, хотя они не любят листья, чтобы им смачивали. Все, до свидания.